Большинство у нас в команде все-таки русских, да, ребят, и, ну, возникнуть может быть вопрос, ты там ходил на 9 мая, там, да, ходил, или там, ты пойдешь на 9 мая, да, пойдем, ну, да, пойду, давай вместе, давай вместе, там, например, вот у нас молодые, там, я себя тоже отношу к молодому, плюс, там, Алексей и Дмитрий, там, два года, например, мы ездили на велосипедах, да, Алексей там с Вангажи приезжает, Дима с Булдырая, там, я там с Риги, и вместе где-то вот встречаемся на велосипедах и едем туда, такое бывало, да, ну, так, в принципе, ну, нет, эти политические праздники, кто хочет идет, кто не хочет не идет, нас это так особо не касается, это дело каждого, личное дело, мы без проблем общаемся на обоих языках, и на русском, и на латышском, мы можем начать сообщение на русском, продолжить его на латышском и закончить опять же на русском, то есть, как-то, да, вот так вот все у нас меняется, на мой взгляд, латыши немножко все-таки будут, ну, поскромнее, может быть, да, лишний раз, там, что-то не скажут, наверное, да, или как-то, ну, так, а, ну, русские, они больше, ну, открытые, мне так кажется, не знаю, но это, ну, не говорит, что это, там, плохо, да, для латышей, или плохо для русских, что они там слишком открытые, просто есть разница, да. После травмы я поступил в колледж, который находится в Юрмале, это социальная интеграция с Валса, Дентура, да, и там учатся как здоровые ребята, так и люди с ограниченными возможностями. И в этой школе я увидел фотографию, как вот женщины на фотографии были, которые играли в волейбол, они сидели на полу, и, то есть, волейбольная сетка была опущена ниже, и меня это так заинтересовало, я пошел в эту школьное самоуправление, да, и начал интересоваться, а что это вот за вид спорта такой. Меня отправили к учителю спорта, да, наверное, так скажем. Она была тренером сборной Латвии по волейболу, сидя женской. Мы начали с ней общаться на эту тему, она мне рассказала, да, что она действительно является тренером, что женщины участвовали в Паралимпийских играх в Пекине в 2008 году, и после этого, ну, команда распалась. Также мужской команды уже почти не было, вроде как, по ее словам. Я ей предложил сделать свою команду, да, потому что в этой школе, ну, было достаточно ребят, которые могли бы играть в этот волейбол. Она сказала, давай попробуем. Потом я начал ходить по школе, кого-то искать, собирать, то есть нашел пару человек, это был один парень и одна девушка, девушка-физиотерапевт, которой тоже очень нравится волейбол. И вот три человека, у нас была такая основа, мы начали тренироваться, и один день моему коллеге, то есть по спорту, да, по школе, пришло на электронную почту письмо о том, что в Риге проводится день паралимпийского спорта. И в этот день также проходят вот такие соревнования по волейболу сиди, где можно заявить свое участие, необходимо три человека, нас как раз трое было, куда мы себя, собственно, и заявили. Мы туда приехали, и там я увидел вот всех ребят в костюмах, Латвия, да, там я с ними познакомился. Это вот первая такая моя встреча была, я, мне очень понравилось, как они играли, я был впечатлен просто, что это возможно на таком уровне играть в волейбол сидя, да, то есть, потому что мы втроем на тренировке, ну, просто друг напротив друга, можно сказать, сидели, а у них тут все происходит в движении, как в настоящем волейболе, розыгрыш на три, там, атака, прием, защита, все происходит, да, то есть, ну, мы, когда против них играли, мы, конечно же, проиграли, но была там одна команда тоже немножко послабее, мы их выиграли, эти ребята, ну, на тот момент эта команда, которая там была, они, ну, заметили, что у меня есть навыки волейбола, и сразу предложили мне, то есть, тренироваться с ними. Так я попал в сборную Латвии, да, можно так сказать. Меня это так немножко, ну, настораживало, да, я там в сборной буду играть, но с одной стороны, конечно, это хорошо, да, что я вот так вот попал, с другой стороны, плохо, потому что нет конкуренции, да, очень мало, мало, мало людей, сложно очень привлечь, ну, сейчас я это могу уже сказать не как новенький игрок, а как, ну, наверное, уже чуть-чуть опытный, да, не такой опытный, как некоторые там игроки. Наш капитан, например, занимается 20 лет, у меня пока 5 лет, уже шестой год, по-моему, идет. Ну, я уже, так сказать, ну, внедрился в эту всю систему и, ну, понимаю, что как происходит, и сам уже в эту команду привел двух игроков.